Здравствуйте, в студии у нас следующий гость Алексей Валевский, политолог Алексей, приветствуем. Хватит тебя видеть. Обратил ты мое внимание на то, что я не успел прочитать даже, оказывается, пока мы тут суд до дела, следим, понятно, зачем, за кем, за выборами, конечно, в Китайской Республике и за событиями, может быть, в Крыму. Всегда мы следим за этим. А недалеко как вчера на ресурсе «Украинская правда» была опубликована в рамках «Европейская правда» некий доклад, Алексей. Я предлагаю его обсудить, потому что там-то как раз и показаны, может быть, пути спасения или углубления реформ. В общем, пути для Украины были как-то размечены. Такой любопытный материал был опубликован на ресурсе «Европейская правда». Как утверждают авторы публикации неофициальный перевод доклада, который был представлен на заседании министров иностранных дел Европейского союза, который состоялся в понедельник. И этот доклад, соответственно, касался Украины. Такое рабочее название «Как спасти Украину в ходе реформ» и определял политику, точнее сказать, рекомендации странам-членам ЕС относительно Украины и относительно дальнейшего развития событий в нашей стране. Несколько позиций в этом докладе действительно привлекает внимание. Во-первых, там есть четкое указание, что путь реформ, который у нас сейчас осуществляется, он, по мнению наших европейских друзей, находится в опасности. Да, есть опасность отката назад, как там пишется. И эта опасность связана со следующими выборами, которые произойдут в 2019 году. Там же указывается, что очень многие реформы с точки зрения европейцев якобы имели успех, но все-таки наши люди не совсем до конца понимают пафос этих реформ. Поэтому там выделяется несколько таких позиций, рекомендаций для стран-членов ЕС, которые нам, украинцам, читать очень интересно. Во-первых, такая установка, что европейские правительства должны четко отделять, сепарировать политические силы, какие есть в Украине, на настоящих реформаторов и на популистов, которые якобы тоже могут использовать и реформаторскую, и антикоррупционную риторику. Такую сепарацию надо проводить. Также там есть интересная установка, что общественному мнению Украины надо обязательно доказывать, что с 2014 года было сделано столько много по части реформ, чего не было сделано на всем протяжении государства независимости. И есть такая установка, что надо помогать Украине в следующей избирательной кампании 2019 года, и мы знаем, что их там будет две, в борьбе с российским влиянием и опять-таки с этими самыми популистами. Чем интересен этот доклад? Вообще-то говоря, когда я его прочитал, там четкие установки вмешательства во внутренние дела суверенного государства. Конечно, под благовидным предлогом реализации реформ. Но причем интересно, что уже многие позиции де-факто реализуются. Например, вот этот расхожий тезис, который нам часто приходится слышать, о том, что вот за эти четыре года столько у нас наделано хороших реформ, которых не было сделано на протяжении всех 26 лет государственной независимости. Это мы уже постоянно слышим. Это и от иностранных наших друзей, американцев, европейцев, от представителей нашей власти, что, естественно, у рядовых граждан вызывает некоторое, мягко говоря, недоумение. Ой, хорошо, что мы делали на протяжении всех этих 26 лет. Достаточно вспомнить, что, когда только Леонид Данилович Кучма пришел к власти, он озвучил доклад «Шляхом радикальных реформ». Вот, когда все начиналось. Да, то есть реформы-то были. Но, оказывается, нет. Это были, как ты видишь, неправильные реформы. А вот сейчас начались правильные, причем вот такой накат сильный идет от наших европейских друзей. Кстати, там есть забавная фраза, которая тоже привлекает внимание. Там черным по белому написано, что Украина имеет стратегически важное значение для Европейского Союза. Это по поводу того, что нам часто приходится слышать такую оценку, что якобы от нас устали. Нет, от нас не устали. Вот. Вот такое событие произошло вчера в понедельник. И его, конечно, важно осмыслить в общем контексте. Действительно, почему вот эта политика реформ буксует. А ведь она действительно буксует. И масса опросов общественного мнения, даже сейчас не буду цитировать, фиксирует то, что люди не воспринимают эти реформы. Действительно, в обществе нарастает контрреформаторский потенциал. Почему? Да потому, что растет бедность. Потому, что падает экономика. Потому, что вот этот миф, какой нам, имеется в виду общество, пытались внедрить в 2013 году. Что вот мы подписываем это соглашение об ассоциации. Мы входим в зону свободной торговли. И начинается счастье. И начинается счастье. Да, мы вошли в режим свободной торговли со странами Евросоюза. А счастья нет. Вот не задача. Более того, я выскажу, может быть, немного провокационную оценку, что будущие историки когда-нибудь назовут вхождение в зону свободной торговли со странами ЕС трагедией украинской экономики. Почему-то немного провокационная, как я сказал, оценка. Потому, что этот миф до сих пор продолжает жить. Хотя... Главное, чтобы вы не докатились до провокации, посоветовав этим самым историкам назвать развал СССР трагедия для... Украинской... Нет. Ну, так далеко мы не будем заходить. Не будем. Не будем заходить. Да. То есть, историки разбираются в этом. Да. Будущие историки. Будущие историки. Я просто бы сказал такую вот идею для обсуждения. Вот. Но на моей стороне есть весомые аргументы. Это данные Государственной службы статистики. Никаких оценок. Я не подвергаю оценке, переоценке необходимость нашего европейского развития. Ради Бога, европейские ценности это же святое. Да, да. Рековенство, право, права человека, там, гендерная римность и так далее. Ну, вот. А вот что касается зоны свободной торговли, вот тут есть большие сомнения. И мне не надо особенно разглагольствовать. Просто берем статистику нашу, Государственную службу статистики, и смотрим. И что мы видим? Мы видим, что по результатам 2017 года отрицательная сальда торговли товарами Украины со странами ЕС составила, если мне не изменять память, 4,3 миллиарда долларов. В 2016 году отрицательная сальда составила 3,6 миллиарда, а в 2015 соответственно 2,3 миллиарда. Так вот уровень. Но растет импорт. Растет импорт. То есть, и европейские компании здесь, на украинском рынке, им практически ничего не ограничено. Они ограничены только низким уровнем покупательных способностей украинцев, которые не могут покупать, потому что у них нет денег, высококачественные европейские товары. Это первое. Второе. Нас просто загоняет в эту сырьевую нишу и в результате различных квот, ограничений и так далее, мы туда можем поставлять, что сырье, аграрное сырье или товары металлообработки с низким уровнем добавочной стоимости. А оттуда идут, естественно, товары с высоким уровнем добавочной стоимости. То есть, опять-таки, если мы вспомним этот доклад, где там написано, что Украина имеет стратегическое значение для Евросоюза. Да, как рынок сбыта. Как рынок сбыта их товаров. Им действительно в этом плане интересно. Но вот эти колоссальные диспропорции, они реально убивают нашу экономику. Они не дают развиваться. И когда некоторые говорят, что вот давайте свободная конкуренция, ну какая может быть свободная конкуренция? Это когда у нас учетная ставка нацбанка, сколько там, 16% годовых. А у них там 2-3%. То есть, мы изначально уже не являемся конкурентами. Ну, тем не менее, как видим, наши европейские друзья очень внимательно смотрят за ситуацией в Украине. Они уже выставляют такие вот оценки, цели для себя. Следующий избирательный, следующий год, это год избирательных кампаний. Вот. И они обоснованно высказывают сомнения, что может произойти откат. А вот с какими силами политическими, Алексей, они связывают откат? Они не называют конкретных политических сил, но вот… Ну, пророссийские явно они будут, да? Это же кто нас тащит назад, кто нас откатывает, кто нас откатывает. Они любят употреблять вот такой террористы, популисты. Вот популисты. Все что можно сюда втеснуть? Да, в действительности так. Популисты и харизматы еще добавляют. Да. Вот. Им не нравятся популисты, которые могут маскироваться под правильные партии, под использовать правильные лозунги, борьбы с коррупцией, продвижения реформ. Но, видимо, вот у них есть какая-то своя система оценок. Вот. И очевидно, что нас ждет довольно такое серьезное вмешательство в избирательный процесс, ну, естественно, под благими намерениями. Под благими намерениями вывести Украину, там, вложить им какие-то тут еще какие-то реформы, какие они тут хотят делать. Вот. При этом, вот, снова-таки, возвращаясь к реформам, просто давайте вспомним вот эти все программные документы, которые они нам предлагают в качестве стратегии социально-экономической политики. Это меморандум международного фонда, это различные выступления представителей, там, мирового банка, других международных финансовых институтов. Что они, вот, прежде всего, нам советуют? Ну, бездефицитный бюджет, да, уменьшение социальных затрат государства на всякие там выплаты социальные нужды. Рынок земли, сельскохозяйственные, у них проходит красной нитью. Введите рынок земли, хоть какой-нибудь, но вводите. Чем быстрее, тем лучше. И мы вас завалим инвестициями, забудете, что такое бедность, не счета. Да, да. Превратитесь в такую житницу. Вы же хотите быть житницей? В сад цветущий. Ну, вот, да. Здесь будет город, страна сад. Это уже есть. Да, и антикоррупционный суд, вот у них вот такие установки. При этом, а что же они не говорят? А почему они не говорят о развитии промышленности? Вот, тоже, кстати, любопытный сюжет. Если мне не изменяет память, вот в 1990 году часть промышленности в ВВП тогдашней Украине составляла 37 процентов. 37 процентов. Сейчас, по заявлению одного из вице-премьеров, 14 процентов. Да. Вот, это то, что называется деиндустриализация, разрушение промышленности. То, что мы называем производство средств производства, да? Это промышленность, это машиностроение, это авиапром, это судостроение и так далее, и так далее. Конечно же, космическая отрасль очень важна. Абсолютно точно. Абсолютно точно. Программы «Космические старты» когда взлетали же. Абсолютно точно. А тут, как тоже, последний космонавт, первый, последний, Кадынюк ушел. Ну, ничего. В смысле. Вот. Они об этом не говорят. Они не говорят также о том, что, ребята, может быть, вы будете развивать украинскую науку. А как же вы будете, как можно развивать высокотехнологические производства, если у вас, извините за выражение, загибается Академия наук? Платят по чуть-чуть, платят. Люди сидят на зарплатах, где-то подрабатывают по чуть-чуть, ездят за границу даже некоторые. Ну вот, Алексей, в самом деле, я про медицину молчу, хотя вот сейчас там, ну, просто столкнулись ситуации, когда старого человека повезли в больницу, и всем, какая коррупция, просто всем нужно раздавать деньги, даже, чтобы покормить человека в простой больнице, там, не в какой-то роскошной. Просто есть телефон, там, ну, какой-то медсестры, которой нужно позвонить, она придет, и ей там платится какая-то сумма, чтобы она кормила больного. А вот про образование, особенно высшее, ведь столько прекрасных вузов появились за годы независимости в нашей стране, да. Мы-то с вами учились в одном вузе, он, кстати, на месте стоит тот же самый красный корпус, как положено. Как был лидером, так и остался. Да, просто тот привет Владимиру Бугрову, проектору, нашему выпускнику с нового курса, но вузов-то ой-ой-ой добавилось как, да, и ничего с ним поделать нельзя, то есть почти вся молодежь, как вот это было и при союзе невозможно, всеобщее, правда, не бесплатное, но всеобщее, обязательное высшее образование. Сейчас как-то стремятся, особенно, когда будет у нас количество лет там в школе, сколько, 14 лет или, я не знаю, сколько, 15 лет, уже что-то сбился, ну, будем без шуток там лет 12 учиться, будут дети или 13, 12 лет, 12 лет, да. Ну, там будут какие-то такие укрупненные предметы, там, типа натурфилософии, знания о мире, там, обо всем. Да, там так накручено, чтобы просто… Но вот с вузами они как-то не посягают на наше почти всеобщее и почти обязательное, не всегда бесплатное высшее образование. Не посягают. То есть это может развиваться и дальше, мы можем просто людей с высшим образованием поставлять, ну, на рынке труда Европы. Ангаря, тут вообще веселая ситуация, мне недавно попалась, ну, просто драматическая статистика, что в крупных городах порядка 80% безработных – это люди с высшим образованием. Это была такая антисоветская шутка, вы видите, чем дольше учишься, тем меньше получаешь. Теперь чем дольше учишься, высшее образование, там, может, аспиратура, тем больше шансов остаться безработным. То есть получается действительно, ну, абсолютно ненормальная ситуация, когда наше высшее образование, ты прав, действительно, вузов очень много. Очень. Академии, там, срединики, полосы, ну, реально это какие-то фабрики по производству безработных. Увы. Квалифицированных. Квалифицированных. Да, они получают образование, получают дипломы. Амбициозных, я бы сказал, даже. Да. Но им негде устраиваться, работать, а действительно, а куда же идти работать, когда экономика падает. Ты можешь закончить экономический вуз, да, и максимум, что ты можешь получить, это работу кассира в Макдональдсе, ну, там, менеджера в Макдональдсе. Кстати, реклама хорошая, да, Макдональдс? Всегда, вот, если там может совмещать учебу, недалеко. Да. Не надо воспринимать мои слова, как реклама Макдональдса, это как бы к слову. Смысл в том, что падающая экономика, в которой формируется аграрно-сырьевая модель, и ей действительно не нужно столько людей с высшим образованием. Угу. Это настоящая трагедия общества. Происходит доинтеллектуализация нашей страны, вот, примитивизация технологических процессов, вот. И в этом плане очевидно, что необходимо менять, менять, это глобальная задача для наших политиков, для наших экспертов, ученых, менять саму экономическую модель. Потому что, если мы будем идти так вот спокойно, как наши друзья заграничные нам советуют, вот, вся наша экономика превратится в одно огромное поле рапса. Вот есть банановые республики, а мы будем рапсовые республики. Рапсовые республики. И вот не нужны эти университеты, не нужна академия, вот. Наука будет выполнять не когнитивную функцию, а наука будет выполнять, скажем, просветительскую функцию. Рассказывать людям, что все-таки не солнце вращается вокруг Земли, да, а есть какая-то галактика, да, вот. Вот в таком плане. Вот. То есть, опять-таки, по поводу науки, тот уровень финансирования, который ей сейчас дается, она просто не может выполнять функцию, как раньше говорили, производительной силой. Раньше-то говорили, непосредственно выполнять функцию. Да, непосредственно выполнять функцию. То есть, это должен быть определенный уровень финансирования, который бы позволял ученым проводить эксперименты, делать какие-то исследования и так далее, и так далее. Сейчас этого нет. Сейчас максимум уровень финансирования, это что-то небольшие зарплаты, оплата коммунхоза, чтобы содержать эти здания. Да и то, кажется, этого тоже не хватает. Но все равно это поприятнее, в тепле сидишь, да, небольшой какой-то лабораторный эксперимент ставишь, зарплата все-таки там до нее как-то может дотянуть, а вот те, кто вот в селе, люди, или где-то там на производстве. Андрей, а вот тут тоже, вот как говорится 50 на 50, вот чем ознаменовался нынешний учебный год, когда вузы прекратили работать, потому что они не могли заплатить за отопление. Потому что прикрутить нужно было, помните, как сказал президент? Да, прикрутить. И они взяли просто студентов, распустили по домам. Это попозже было. А в начале, в самом деле, то ли карантины были, то ли какие-то периоды, когда, ну не знаю, дорого было учиться, даже не учиться, а отапливать или освещать или что-то делать. Вот в этом году это произошло, и все ведущие университеты и институты. Я даже зашел в наш, ну как по дороге, спорткомплекс замечательный на Ломоносово, да, сейчас там заставлены какими-то элитными домами наконец-то стали строить, там что-то вороваленькое строят. Но спорткомплекс стоит и зашел и спросил, где студенты, как можно тут у вас бассейн живым? У нас, говорят, дистанционное обучение сейчас физкультуры и всем этим видом спортом. Надо же было как-то пропетлять. Сухое плавание дома там просто. Надо же было как-то пропетлять, но не может бы Украина на рубеже 21-го столетия сказать, что мы прекращаем в зимнее время работу вузов, потому что мы не можем оплатить работу батареи. Ну тут есть одна драматическая нота, мы так вроде шутим, но вот как вы считаете, насколько это связано с тем, что мы называем так осторожно, милитаризацией экономики или не перевод ее на какие-то выражающие языком, штампом, шершавым языком плаката и так далее на военные рельсы, но тем не менее работа на этот конфликт, который, скажем, страной агрессором, на границе, которая чуть сдвинута внутрь, потому что мы не контролируем часть нашей территории. Туда-то, я думаю, что какие-то есть, у меня даже в студии, я жду человека, который расскажет про эти великоптеры и так далее. Туда-то мы, наверное, все-таки засылаем и специалистов молодых, и наука работает на оборонку, или мы скорее покупаем, но от дживелинов, которых мы ждем, до чего-то там еще. Как вы думаете, с войной это связано как-то с войной? Прямо не говорят с Россией, но так или иначе связывают с Россией эти все. Сводить все только к войне, я думаю, что это было бы преувеличением. Действительно, военные статьи бюджета увеличены, но их все равно не хватает. И все равно не хватает. Но они не запускают нашу экономику, никакого особого производства, не считая каких-то автомобилей, по слухам, они у нас бронированные сейчас будут, бронемашины. Ну, танки, конечно, есть по-прежнему. Нет, конечно, и на ВПК увеличивается финансирование, и увеличивается финансирование армии. Но все равно этого не хватает. И вам любой военный скажет, что те деньги, что они получают, да, ну, больше, чем раньше. Войны получают побольше, я думаю. Побольше, да. Ученые в лабораториях, но для этого нужно пойти на передовую. Проблема в том, что когда экономика растет на 2% в год, как ты этот бюджет не режь, везде будет нехватка. И в военной сфере, и в гуманитарной, и в социальной. Когда экономика растет 5-7-10%, вот тогда действительно это ощутимо. В докладе это ни слова о ней не было, да, ни слова о том, что вот выборы выборами, но там надо же как-то прекращать этот конфликт, наконец, в Европе, который последний не говорит. Все тихо. Как будто у нас ничего тут и нет такого ужасного. Вот их интересует, чтобы мы сохранили вот это направление, чтобы мы на них смотрели как на полу богов. Вот. Ну, кстати, социологические опросы показывают, что, в принципе, вот евроинтеграционный путь, он действительно популярен у людей, да, там порядка 50% поддерживают вступление Украины в ЕС, но… А в НАТО есть свинья? Да. Ну, в НАТО чуть поменьше там… Но поддерживают тоже, да? Ну, по Украине, если мне не изменяет память, там где-то 45, что-то такое, 43%. Это просто можно архивы поднять. Судья изучала мысль, что по-прежнему большое количество не поддерживают его? Думаю, кто же еще не поддерживает в НАТО? Там есть существенные региональные различия. Очень существенные. Если в западных и в центральных областях и вступление в НАТО, и в Евросоюз зашкаливает там под 80%, то на юге и востоке это 20-30%. Вот так. Все-таки не очень. Да. То есть очень существенный региональный… Все пропаганда российская, небось, да? Не добивает просто… Это традиция. Это традиция. Я бы не сводил это к пропаганде. Это так всегда было. Так всегда было. Всегда не хотели НАТО? Да. Поднимем социологические опросы 2012-2010 года. Там то же самое было. То есть это… Когда был Варшавский договор, я понимаю, почему НАТО не хотели. Это был враждебный блок. Так же, как Сента, Сеата и какой-то еще… Это был третий, я забываю, да? Ну, НАТО мы помним. А когда не стало никакого Варшавского договора, то кто наши союзники, уже получается как-то нелогично сопротивляться? Или нет? А тем более, если будут какие-то вооруженные силы в Европе. Вот не НАТО, они же там свою может сделать какую-то армию. Это мало вероятно. Это очень дорого. Это мало вероятно. Еще и командующий будет, какой-то украинский вдруг человек… Сейчас перед Евросоюзом задача номер один – сохранить себя. для. Потому что там центростремительные силы формируются. Вот поэтому им сейчас не до создания вооруженных сил. Это колоссальный… Да и Вашингтонский обком им не разрешит. Что ж… Да, да. Вот здесь… В чем проблема? Вот как мне видится… Мы сейчас описали несколько факторов. Я как-то говорил о военном бюджете, я о социальном, о науке. До тех пор, пока мы не выйдем на уровень реального экономического роста – 5-7-10 процентов. Говорить о том, что мы покроем все статьи бюджета со следующим образом – нельзя. Говорить о том, что мы будем видеть развитие, деградацию общественных и социальных институтов. А их развитие тоже не приходится. Тоже не приходится. Вот. А что для этого надо? Для этого, конечно, надо, как я думаю, пересмотреть принципы вот этой самой зоны свободной торговли. Да. Потому что из тех параметров, которые сейчас оказалась загнана украинская экономика, мы никогда не выйдем из статуса вот этого придатка сырьевого поставщика рабочей силы и поставщика сырья. Просто для этого не будет финансовых ресурсов. А наши европейские друзья, в общем-то, и не заинтересованы в том, чтобы Украина была конкурентной. Чтобы здесь были конкурентные производства. Чтобы здесь работала высокотехнологическая промышленность. Потому что если это все будет, эта промышленность будет забирать часть рынка сбыта их товаров. Они в этом, конечно же, не заинтересованы. Они заинтересованы, наоборот, чтобы тут хозяйничали транснациональные корпорации. То есть я сейчас говорю то, что с точки зрения наших европейских партнеров является популизмом. Я же тоже говорю за реформы, да? Я говорю за реформы. А условия изменить так называемую зону свободной торговли? Что имеете в виду? О чем речь? Это надо пересмотреть. Протекционизм какой-то? Да, это надо пересмотреть. С этим договором зоны свободной торговли вообще получилась какая-то непонятная ситуация. Сам переговорный процесс начался еще во времена президентства Ющенко, подготовили этот текст, передали правительству Азарова. И потом, я помню, было время, в средствах массовой информации долго стояли. Вы прослушайте, а те украинский перевод? Вы все выступаете, да, давай европейский. Помню, у нас был такой период, когда Янукович и Азаров очень сильно агитировали за вступление. Конечно, ну, был такой. И эксперты говорят, что есть украинский перевод? За что вы вообще агитируете? Вот. Если мне не изменять память, они даже парафировали его, так вот не читая. Вот. То есть уже потом, ближе к 2013 году, да, появился на сайте Кабинета министров этот текст. И очень многие здравомыслящие эксперты просто были в недоумении. Слушайте, ну, если мы это все будем внедрять, мы просто загнемся. Ну, конкретный пример. В чем суть вот этих ограничений украинской продукции, чтобы она попала на европейский рынок? Это различные сертификации проходить, это стандартизация и так далее, и так далее. Ну, для того, чтобы это осуществить, необходимы колоссальные финансовые ресурсы. Что значит новые технические стандарты? Это надо поменять оборудование, да, чтобы была более качественная продукция. Это надо пройти весь этап сертификации, это длительно, это дорого. У нас просто нет денег. Если помнишь, тогда называлась цифра где-то порядка 160 миллиардов. Называлась цифра, чтобы нашу экономику перевести на эти стандарты требования Европейского союза. Кто точно подсчитывал, неизвестно. Но, хотя, до сих пор никто и не отрицал, что надо меньше денег. Одним словом, порядок цифр один и тот же, что было в 2013, что сейчас в 2018 году. Но, как не было денег тогда, так нет денег и сейчас. Ну, добавились квоты, ждали, если костюм пробивается с рябой, с курятиной, но раз его и ограничивают. Да, что-то какие-то помидоры, они увеличили квоты поставки, а маслечко растительное идет и идет туда. Идет, производим, производим. Да. Какой-то олигарх нормально, и вокруг него люди тоже. То есть, где-то пару-тройка десятков компаний украинских получила право туда экспортировать, но они же не делают погоду в экономике. Они же не делают погоду в экономике. Как-то мало вот о водочке говорят, да? Раньше как-то всегда вспоминаются эти великолепные лейблы, а сейчас как-то что с алкоголем с этим? Все втихую, чуть-чуть повышаются какие-то лицензии. Это же статья. Нет, это же статья. Ответьте, пожалуйста, вот всегда во времена еще СССР, ну там сухой закон мы помним, да? Потом вдруг внезапно монополия была государственная на алкоголь, да? И тогда еще при Сталине, по-моему, там это все вот вели, там иначе писал хирург как бы не углов, даже вот что спаивать стали русский народ и нацию, и вообще спаили в конце концов. В Украине что с алкоголем? Вот ты смотрел когда-то, что происходит? По-моему, очень неплохо. Ну, я вспоминаю свое последнее посещение супермаркета, да. Судя по этим придавкам. Да, там все нормально. Ну, тихо как-то, тихо, да? Ну, акцизы поднимаются, они и будут подниматься. Ну, вот я так отвлекся, вот в приятном. Да, да. Так вот смысл в чем? Смысл в чем? К ограничениям. Да. Я думаю, что задача номер один для нашего правительства, я думаю, что все-таки там есть здравомыслящие люди, которые это понимают. Надо пересмотреть нормы свободной зоны торговли со странами Евросоюза. Им это страшно не понравится, это очевидно. Потому что мы же видим, что эта торговля Украины со странами Евросоюза им выгодна. Это нам, она в минус идет. А им выгодно. У них профицитная торговля, чего им менять? Вот. Ну, я думаю, что, как говорится, вода камень точит, и без кардинальных изменений принципов зоны свободной торговли с Евросоюзом, нам никуда не деться. Я думаю, что, когда у нас будут следующие избирательные кампании, президентская и парламентская, я думаю, что найдутся политические силы, которые будут это выдвигать, как один из главных тезисов своей экономической программы. Я надеюсь. Интересно. Я надеюсь в это. А так что получается, вот как тут вспомнишь опять об этих великолепных квотах на вывоз леса, да? Это вообще песня. Как посмотришь на наши Карпаты, когда они уже так полысили, полысили вы как яблазы. Уже там одни горнолыжные трассы только строить можно, а это уже выгодно работать. Хотя, конечно, это запрещено, вывоз леса, но контрабанду никто у нас не отменял. Лес рубят, к сожалению, беспощадным образом. Причем иногда в СМИ появляются такие сообщения, что вырубают все действительно очень высококачественные, там рощи, леса, короче. Снореки наши рубят. Остановить это практически невозможно, потому что местное население, это же участвует местное население, оно утверждает, а нам не за что жить. Потом посрубаем эти деревья, то хоть как-то деньги получим. В Европе там же есть определенные квоты, которые вывоз этого леса, они все время за них рубятся на уровень даже документов. В Европе да, там все серьезно. Я думаю так, лес на вывоз, сталь с этим сложнее, непонятно, как там олигархи после того, как... Все равно же производится и в Мариуполе, везде же, сталилитейные наши промышленности, меньше процентов, но все равно это серьезная достаточно статья экспорта. Но зато внутри страны водочка и янтарь. Вот две вещи, которые у меня радуют. Янтарь добывают для себя и водочку тоже производят для себя. Почему это ограничено только водкой? У нас есть вино украинское. Вино украинское тоже неплохое, да. Так что тут как бы... Причем мы сохранили великие вот эту символику и всю эту аллегорику крымских вин. Они везде остались крымскими. Спокойно, просто приятно покупаешь какую-то массандру, а там смотрелся, где-то уже она... Андрей, я не хочу называть конкретные марки вина, чтобы нас не обвинили в скрытой рекламе. Да, в рекламе, да. Мы можем говорить здесь о свобода-словости по-прежнему, да. Вот, Алексей, конечно, вы так иногда... Но я пытаюсь шутить, хотя тут порой получается, что смеешься тут еще пока предпоследнее и на цене собой, как это и положено в сатирических жанрах. Но когда мы говорим об экономике, но кому как не тебе, в общем, для человека, который разбирается и в политике, и в философии, все же о настройке два слова, да. Вот как это выражается все в борении политических сил. И у нас под куполом... Вот последние, особенно какие-то феноменальные просто вещи, связанные там с обвинениями одного из народных депутатов, конечно, Нижа Савченко, герой Украины, да. И уже вот-вот с нее снимут, или уже сняли. Может сегодня нет, конечно. В четверг. Или прикосновенность, или неприкосновенность с депутатской. Ну что же такое творится? И как-то вот... Это же тоже проявление каких-то довольно глубоких процессов, я бы назвал это такого экономического все-таки, но если не застоя, то медленного движения, такого вялого движения экономического. А политики все бурлит, да. И даже какие-то такие протуберанцы просто порой в выступлениях наших лидеров и так далее. Вот как-то эти вещи связать бы мы. Политэкономия, да вот о политике. Концентрированное выражение экономики, Леша, надо сказать пару слов. В прошлые времена была популярная песня. Есть такие слова. Призрачно все в этом мире бушующем. Да, земля Санникова. Это про нашу политику сейчас. Это про нашу политику. Все прекрасно понимают, что в политической сфере будут кардинальные изменения. Кардинальные изменения. Отсюда идея досрочных выборов провести летом. Отсюда постоянные информационные вбросы, что кто-то уже как бы договорился, что они идут вместе и весь вопрос разделить какие-то там части вот этого пирога, который еще повар не сделал. И все это будет только больше и больше к концу года. Дело в том, что в чем острота ситуации? Она заключается в том, что нынешний политический класс, который функционирует, как он вообще оказался у власти? Это же революционный политический класс. Он пришел в результате революции. Давайте вспомним эти прекрасные, замечательные лозунги, которые звучали. Они же имели конституционное большинство. Вспомним это коллекционное соглашение Европейской Украины. 300 депутатов, 5 фракций подписали это коллекционное соглашение. Они все пришли на волне колоссальных ожиданий общества того, что мы пойдем в Европу и в стране начнутся позитивные изменения. Вот прошло 4 года. И что мы сейчас видим? Постоянную драчку. Даже профессиональные политологи не всегда могут определить, кто там кому из них доктор, что оно будет завтра. Они сами не знают, что будет завтра. Они боятся этих выборов. Потому что общество беднеет, экономика на грани развала, социальная сфера просто в состоянии коллапса. Как мы говорили, призрачно все в этом мире бушево еще. Главное, если продолжать ваши воспоминания о песне, я не насвещу сейчас и не напою ничего там из Вагнера, из кольца Нибелунгов. Но там тоже были такие же Нибелунг. Это кто такой? Это человек Тумана. Люди Туманы. Судя по Эдди, какой-то старше, младше. Ну и по своему древнегерманскому. Так вот, все вокруг этого кольца же, которое понятно, и там золото Рейна. Вот все как-то вокруг этих деклараций электронных. Ведь до сих пор о них как-то меньше говорят, но механизма не существует. Выяснение откуда все это... Он выборочный. И амнистий как таковой не было. Но все как-то уже смирились с тем, что, ну конечно, эти люди, у которых столько богатств, конечно, не золото Рейна, и не кольцо у них там, но так или иначе они этим владеют, и у них этого ну никогда не отнять. И вопрос весьма... А вот насчет, что смирились, я бы не обыскал. Не все смирились. Нет, я бы не был бы... Намекайте на антиконституционный суд. Я уже говорил антиконституционный, да, конечно же. Я бы тут не был бы так категоричен, что все с ним... Антиконституционный суд, я же про него, да. Наоборот, в обществе существует очень сильный запрос на протест. В обществе существует очень сильный запрос на справедливость. В обществе до сих пор стоит вопрос, а кто же виноват? Вы же говорили, что вот та попередняя злочинная влада, Россия виноват уже, известно всем в России. Что они все коррупционеры, вот прошло 4 года, и что? Все топ-чиновники режима Януковича, с них снимаются санкции, они выходят из-под... Да, они даже в Интерполе не числятся в поиске, и все. Почему так происходит, думает простой человек? У него два варианта ответа. Или они все не виноваты, или нынешняя власть в сговоре с предшествующим. Не будем гадать, какой из вариантов доминирует, но то, что запрос на выяснение всех обстоятельств, и вот, как ты говоришь, вот этих всех капиталов, он остался в обществе? Он остался? Здесь так бы включается вот эта правая повестка, и ультраправые, и люди, которые вот справа критикуют власть, смело выходят на улицы, собираются в небольшие или большие отряды, чему-то препятствуют, то ли выборам там российских граждан, то ли чему-то еще, то ли там можно Сбербанк России, который совсем там материнский громохнуть, то ли вот и на них, что ли, надежда, что они, как бы, этот запрос общественный выполнят? Ну, то, что ты говоришь, это, скорее всего, какие-то политехнологические проекты. Вот эти все дружины, да, это все какие-то отряды, это блокировка банков. Если разобраться, там, очевидно, можно найти какие-то бизнесовые проекты, дележа этих каких-то активов, когда русские банки отсюда выходят. Это же не могут просто так выйти, кому-то же активы надо отдавать. Да. Это внешняя сторона вот того радикализма, о котором мы говорим. То есть угрозы такого ты не видишь, да, в этом? Есть, нет, угрозы есть. Но то, что мы видим как телесюжет, это, очевидно, политехнологические проекты. Радикализм, я думаю, в другом. Радикализм, он распространен в общественном мнении. Вот, кстати, к слову, где действительно, вот пример настоящего радикализма, с которым я столкнулся. Да, еду как-то в троллейбусе и оказался невольным свидетелем беседы двух бабушек. Там что-то они говорят, говорят, я просто слушаю. А о чем они говорят? Ну, заговорили о политике. И одно другое говорит, я бы их всех побывала. Это по ходу депутатов, я бы их всех побывала. Обычные бабушки, божьи одуванщики. Вот где радикализм. Вот где радикализм. То есть… Бабушка-то бессильная внешне. Да, это просто разговор. Но в чем знаковость… Это после повышения пенсии в двороз, да? Знаковость повысила пенсию. Я уже не помню, до повышения или до позиции пенсии. Знаковость вот такого рода явления в том, что они как бы самоочевидны. Самоочевидны. То есть у людей как-то пропадают какие-то преграды, какие-то запреты, какие-то установки. Вот просто всех надо убывать, да и все. И так думают же очень многие люди. Вот это вот и есть запрос общества. А политики, они просто это просчитывают, это они видят, снимают эту информацию с фокус-групп, социологических опросов. Им же голоса нужны, им же нужен рейтинг. Вот, пожалуйста, отсюда и вот эти гротескные у нас появляются какие-то структуры, да? Что-то громят там, что-то и тому подобное. Вот эти процессы надо, конечно же, остановить в обществе. И если мы их не остановим, ну, не хочу быть каким-то прогнозистом в этом плане, мы можем просто забыть, на каком свете живем. Необходимо остановить процесс деградации социальных и общественных институтов, отношений. Вот, ну, это уже вопрос к политикам, к их ответственности. Вот, получается немножечко, у меня такой пафосный вывод, но по-другому никак не получается. И все же, Алексей, не отпущу тебя пока мы вот напоследок не посмотрим, ну, на самый, конечно, трудный, может быть, край нашей жизни. Оно все только по краям там где-то. Но это не в смысле маргинеса, а в смысле того, что неконтролируемая часть Украины по-прежнему находится вот в какой-то, называют, серой зоне. И в каком-то, под каким-то информационным и контр-информационным, там, значит, контр-пропагандистским, ну, колпаком, скажем, да, там все непрозрачно. Понятно, что люди туда выезжают, возвращаются, не все туда хотят ехать, но кто-то вынужден оттуда ехать за пенсиями сюда, регистрируется, оставаться, возвращаться. Кто-то вынужден с той стороны идти, там, какое-то ополчение, потому что работать там тоже немного. Часть осознает людей там живущих, что они в какой-то находятся тоже странной такой ловушке, где вот два мощных государства, одно, как бы, помощнее, там, Россия, а другое там еще мощнее, США, но про него забываем пока. И, конечно, Украина частью территории, которой они являются. Вот как здесь политика украинского посредственного закона, конечно, который уже символизировал окончание там АТО, так как таковая операция, об этом, я награду, уже говорилось, как политика до выборов может складываться в отношении этих неподконтрольных территорий, когда вот есть штаб, там, есть какие-то люди и новое командование, может быть. Ну, каких-то принципиальных изменений, ну, ждать не приходится. В гуманитарной политике-то могут быть подвижки в сторону того, что все-таки мы... Каких-то, да, принципиальных изменений быть не может. Что касается гуманитарной политики, ну, в принципе, это в наших силах. Это действительно то направление работы, которое незаслуженно оказывается забытым. Мы-то все больше обращаем внимание на военную сторону вопроса и абсолютно не обращаем внимание на гуманитарную часть этой колоссальной проблемы. В чем оно заключается? Да в том, чтобы приложить максимум усилий для того, чтобы обеспечить реинтеграцию этих людей в гуманитарное пространство Украины. Это должны быть не только выплаты пенсии, да, это должны быть какие-то культурные проекты, это должны быть гуманитарные проекты, это должна быть вот та созидающая работа, которая бы позволила этим людям чувствовать себя полноценными гражданами Украины. Ну, начать хотя бы с прифронтовых территорий, да, чтобы они вошли в этот культурный мир, в это культурное пространство, социокультурное пространство Украины. Но это должна быть целенаправленная работа на уровне государства. Ну, мы знаем, что много делают волонтеры, действительно, очень много делают, много туда едет творческих коллективов. Туда ездят коллективы творческие? Не, ну, в прифронтовые. Не-не-не-не, я имею в виду контролируемую часть территории, да, туда ездят. Только останешься петь там. Да, но это как бы спорадические акции, а вот то, что, к сожалению, у нас нет, чтобы это была действительно целенаправленная, системная, государственная политика, вот гуманитарная, хотя бы на прифронтовых территориях, ну, мы пока к этому только подходим. Но я думаю, что, к счастью, осознание необходимости такой политики гуманитарной уже есть. Надо просто ее сформировать и реализовывать. Спасибо, Алексей. С нами был Алексей Валевский, политолог. И, в общем-то, мы встретимся в этой студии, я думаю, обязательно. А пока продолжаем трансляться на ОКРЛФТВ.